всем привет хочу рассказать о неудачном опыте работы с компанией боксбери совсем недавно может год назад у меня был неудачный опыт взаимодействия с компанией сбер логистика вот а теперь мне не повезло и я столкнулся с полным бардаком в компании боксбери я на авито купил у одного продавца товары для умного дома там умные розетки и так далее вот на продавец находится в усе вот через авито мы совершили сделку и он мне отправил вот и получилось что он отправилась с помощью сервиса боксбери значит я не помню точно хронологию по датам событий но ситуация такова что в приложении боксбери мне пришло уведомление что приходите по адресу точку выдачи и получаете посылку значит я пришел в пункт выдачи показываю штрих-код они сканируют и выясняется что мои посылки в данном пункте выдачи нет хотя по по программе боксбери показывает что она там вот мне сказали что нужно дождаться sms что вот это уведомление через приложение это ну типа такое там у них какая-то особенность есть надо надо дождаться уведомления именно sms к sms к и там будет код получения и тогда уже можно приходить за посылкой окей я уж ушел на следующий день я как раз пришла вот это пришло уведомление на телефон sms к с кодом для получения прихожу на следующий день в пункт выдачи показываю все sms код этот а мне говорят что посылки нету и они пометили мою посылку как проблемный груз правиль проблемная посылка в общем не важно и сказали позвонить техподдержку боксбери и они там будут решать мой вопрос значит я в этот же день позвонил техподдержку боксбери они мне сказали что да там какие то есть проблемы что посылка где-то еще сортировочном центре и то что они продлят хранение моей посылки до 27 декабря иначе бы она уже вернулась в уфу собственно я поговорил и мне сказали что мне позвонят мне никто не звонил и где-то может числа 25 я там тоже звонил выяснял что да как и мне сказали что вот это время обработки заявки моей до 28 декабря а посылка хранилась до 27 собственно 28 декабря настало мне никто не звонит я сам решил позвонить техподдержку боксбери и выясняется что моя посылка уже возвращается назад в уфу потому что я не пришел в пункт выдачи не забрал я поговорив по телефону с оператором по горячей линии мне сказали что посылка отправляется обратно в уфу но я не теряя надежды решил пойти в пункт выдачи боксбери в этот же день прихожу в пункт выдачи я говорю давайте мне мою посылку мне говорят что извините мы ее вам дать не можем позвоните в техподдержку боксбери и будем решать вопрос собственно я прям в отделении позвонил на горячую линию и в принципе ничего нового не услышал я на громкой связи там разговаривал с оператором рядом стоял этот человек который выдают посылки там огромная очередь была все нервничали я тоже нервничал этот чувак тоже нервничал но в итоге получается так что извините вы не забрали посылку до 27 числа и мы вынуждены были отправить ее обратно потому что сделка совершена через авито вы ее не забрали сделка аннулируется товар возвращается в уфу а вам вернут деньги но самое интересное то что мне вот этот менеджер этой точки который выдает посылки говорит что я вашу посылку держал сегодня в руках он мне говорит вот она здесь у меня лежит но получить я ее не могу через горячую линию связаться не с кем то есть они не соединяют ни с топ менеджерами или с кем там кто выше стоит чем они хотя мне сам менеджер точки вот этой сказал ну попробуйте достучаться до кого-нибудь повыше чтобы они на балансе как-то посылку эту оставили и чтобы ее не возвращать в уфу потому что она в отделении и только через два часа машина придет приедет и заберет ее и в итоге получается то что посылку я свою забрать не смог и она отправляется обратно в уфу и придется опять человеку в уфе мне продавать этот товар мне придется покупать опять делать сделку через авито но на этот раз я воспользуюсь точнее он отправит по моей просьбе через другой сервис и в общем такое небольшое расстройство огорчение перед новым годом в этом видео я там приложу некоторые отрывки моих телефонных разговоров я их записываю ну чтобы вы понимали просто каково это разговаривать с людьми которые ведут себя в принципе как роботы то есть никакой разницы что ты с автоответчиком разговариваешь или с человеком что я хочу вообще этим видео сказать да просто меня бомбануло немножко и боксбери в принципе я вас отмечу хэштегами всякими не знаю везде там инстаграме выложу в принципе можете мне ничего не отвечать ваши дежурные фразы никому не интересно то что вы очень сожалеете что вы улучшите качество сервиса в принципе понятно и так что вам всем пофигу на обычных людей потому что нас много а вы одни такие крутые самое печальное то что чем крупнее компания тем сложнее обычному человеку связаться с кем-то из этой компании решить проблему потому что они делают всяческими способами так чтобы можно чтобы тяжелее было с кем-то связаться они в этих приложениях делают всякие чат и telegram боты по телефону автоответчики автоматические вот даже человек который в колл-центре сидит ты с ним разговариваешь он вроде живой а все равно он с тобой общается по скриптам прописанным на экране монитора и ты как будто разговариваешь со стеной ведь казалось бы посылка вот она у меня в отделении лежит надо лишь с кем-то связаться который мог бы решить твою проблему и я мог бы забрать эту посылку но нет по регламенту она улетает обратно в уфу я без посылки потратил время пять раз ходила в отделении пять раз звонила на горячую линию и в итоге все равно вот боксбери одержала победу вас приветствует компания боксбери здравствуйте скажите пожалуйста я второй раз на пункт выдачи прихожу я не могу уже второй раз получить посылку свое номер посылки уточните в чем затруднения при выдаче ну первый раз я пришел они сказали что проблемный груз его еще у них на пункте выдачи нет и сказали дождитесь смс вот когда придет смс тогда и приходите это признак того что посылку них вот смс сегодня пришла посылки до сих пор нету на пункте выдачи вы сегодня уже подходили на отделение там сказали что заказа нет вот буквально две минуты назад и там был судя по всему мне потребуется направить заявку на склад включение информации на хранение груза но пока что давайте сейчас попробуем сделать следующим образом я попробую связаться с сотрудниками отделения у них уточнить какая у них информация вообще по этой ситуации есть и вам перезвоню где-то минут через пять-десять где-то хорошо хорошо спасибо ожидайте от меня звонка пожалуйста здравствуйте это степан боксбрей мы ранее с вами разговаривали да да к сожалению до отделения не удалось я только сейчас направил непосредственно запрос куратору этого отделения чтобы они проверили информацию по поводу физического наличия также направил запрос непосредственно на склад откуда данный заказ ранее должен был быть отправлен и по всем двум запросам я проставил пометку чтобы воспользоваться по результату заявки как на отделение который куратор направил так и непосредственно по заявке которые я направил на центральный склад откуда производилась доставка заказа до отделения так же я на отделение им представим информацию чтобы они статус проблем груза проставили если заказа у них нет чтобы не истекал срок хранения груза так вы до отделения дозвонились или нет очень непонятно до отделения все же нет я на номер телефона который мне руководитель предоставил несколько раз звонил в итоге мне так никто не ответил вы случаем не обратили внимание кто туда заходили там была там очередь какая-нибудь крупная нет не было очереди сегодня но в прошлый раз была очередь там вообще в целом в этом отделении он всегда большие очереди там какой-то бардак говоря там и бог дарья зоны по моему еще что-то и они там что-то не успевают у них вот люди стоят в очереди коробки накидано прям вот под ногами практически я вас понял просто есть могу еще раз попробовать связаться с данным отделением но если уже дозвониться не будет тут нужно будет по запросам информации ожидать понял ну попробуйте я тогда собственно сейчас попробую позвонить и вам отзвонюсь по результату даже если бы ожидайте звонка от меня еще еще раз пожалуйста алё это степан боксбери да в итоге отделение с этой попытки уже смог дозвониться они сообщили информацию то что да у них заказа по факту нет и они сами не понимают почему у них проставлен на автомате статус что якобы заказ на отделение так они раньше заявку направляли чтобы с этим разобраться но у склад ответил там ответом думаю это уже не особо важная информация для вас так разборки уже внутренние то что заказ якобы не доставили в итоге они сейчас статус проставят проблемного груза чтобы у вас срок хранения не заканчивался и мои две заявки которые я уже в работу направил они уже собственном работе находятся так не ожидать до вам надо требуется ожидать сразу хочу предупредить то что у нас заявки в работе до трех рабочих не могут находиться вот заявку который я направил на склад у него в этой заявке срок выполнения до 26 вы включительно может быть то есть три рабочих дня это вот сегодня завтра и понедельник хорошо поэтому собственно подряд вас также проинформирует я поставил пометку чтобы сами связались хорошо спасибо все доброго до свидания вас приветствует компания боксбери здравствуйте перетра светлана чем могу вам помочь добрый день хотел бы узнать что там с моим посылкой к вам обращаться как можно нет вот ахир заказ на кого оформлен сделка по авито да сделка по авито да 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 у вас заказ должен был 23 часа смотрю в отделение поступить да я в этом отделении два раза уже был ваш коллега создавал тикет что у меня проблемный заказ мне обещали в течение трех рабочих дней перезвонить сегодня третий рабочий день к сожалению пока информация еще не поступила сейчас я пропишу повторно чтобы ответили в отделении заказ или нет так и мне еще три дня ждать или сегодня ответ будет у вас срок выполнения вашей заявки стоит 28 12 максимальный срок выполнения заявки какой вот который я создал по телефону да 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 28 стоит ну я прописала повторно должны ответить ага хорошо буду ждать спасибо спасибо за обращение до свидания до свидания вас приветствует компания боксбери здравствуйте я хотел бы узнать где моя посылка как я могу обращаться к вам меня зовут тахир тахир номер номер пожалуйста номер посылки а по телефону может нет давайте у вас посылка идет из москвы в уфу нет у меня посылка идет из уфы в москву но никак не дойдет до меня я в отделении три раза уже был номер номер есть но она у вас где-то в москвы в уфу что что вы ее вовремя не получили видимо девушка я звонил оператору мне оператор сказал что продлит ее хранение потому что это проблемный груз был и что со мной свяжутся до двадцать восьмого числа да сейчас посмотрим сейчас посмотрим пожалуйста ожидайте сейчас уточню смысл для вас тахир вам слышно меня да вот смотрите вам было оповещение посылка пришла на отделение двадцать первого числа двадцатого да все вам было оповещение смс да в пятнадцать сорок три так что посылка находится на отделении да она лежала там до сегодняшнего дня сегодня ее отправили возвратным возвратом все она срок истек 7 дней она пролежала 7 дней с двадцать первого по двадцать восьмое и она ушла обратно так а давайте вы мне эту посылку вернете потому что в отделении я два раза в отделении этой посылки не было я звонил в техподдержку два раза девушка я был 21-го числа и 23-го числа 21-го в 15.42 она пришла на отделение вам сразу отправили в 15.42 смс правильно я приехал на отделение после этого она там лежала еще 7 дней девушка мне там сказали что посылки там нет сказали обратиться в техподдержку Я в техподдержку обратил. Да, и... У вас тикет есть по моей проблеме? Прослушайте разговоры. Или вам скинуть разговоры? У меня разговоры все записаны. Но мне зачем вышло? Мне сказали, что продлят хранение до 27-го числа. Да, и было продлено оно у вас до 27-го, а 28-го... Здорово, только мне должны были позвонить и сказать, что посылка пришла. Но у вас было оповещение, смс. Так, я еще раз говорю, я после оповещения два раза в отделении был. Вы меня слышите или нет? Два раза я был в отделении. Что вам еще... Статус откатить не можем обратно. Все, она уже ушла, понимаете? Ну, верните мне посылку. Она уехала. Я с тремя менеджерами с вашими разговаривал. У вас там... Они никак с друг другом не общаются, я не понимаю. Как это у вас работает? Понимаете, срок истек, она ушла обратно. Я понимаю, мне должны были оповещения. Я даже вчера звонил, разговаривал с вашим оператором. Мне сказали, что обработка моего запроса до 28-го числа. И без этого никто не звонил, я сам звоню. То есть вы разговаривали с горячей линией, и вам на горячей линии сказали, что нету посылки? Нету. Я три раза разговаривал. Такого быть не может, если мы же отправили вам оповещение. 21-го числа. Я после оповещения в этот же день был в отделении. Мне в отделении... Вы в отделении вам сказали или на горячей линии вам сказали? Мне в отделении сказали, что посылки нет, что там пометка «Проблемный груз». Звоните в техподдержку. Проблемный груз был снят, и 20-го она пришла в город. В смысле, на отделение к нам 20-го. Док хранилась до 27-го. А 28-го она ушла, но 7 дней прошло, она ушла, срок истек. Я понимаю, но я был в отделении два раза после СМС. После СМС я был в отделении. Вы говорите, 20-го числа была снята пометка «Проблемный груз». 20-го числа на пункт выдачи пришло. 21-го мы отправили вам СМС. Я приходил после СМС, после оповещения. Я приходил на пункт. Ну, вы горячей линии-то, вы что хотите сейчас? Я хочу, чтобы мою проблему решили, чтобы я получил свою посылку. Которая должна была прийти за 3 дня. Я ее уже, вот, 28-ое сегодня. Она уже ушла, она в пути. Никто машину не развернет, либо поезд никто не развернет. Она ушла. Сделайте пометку, что после того, как она поедет в Уфу, как она прибудет, чтобы она обратно приехала сюда. У вас отправлял кто посылку? Ну, отправлял человек. Человек. Как я сделаю пометку? Чтобы человек вам обратно ее отправил? Так, я не понял. Проблема с логистикой, с оповещениями, с наличием товара на точке. Это чья проблема, я не понимаю. Моя? Я должен бегать. Я два раза... Вы вовремя ее не взяли. Вы вовремя ее не получили, понимаете? Ну так, я пришел в отделение получить, но не получил. Потому что мне сказали, что ее нету там. Вот человек, к которому она придет, она придет возвратом. Он должен ее отправить заново. Он ничего не должен отправлять заново. Вы должны были... Вы должны были... ...через две недели, если он ее не получит. То есть вы проблему создали. Если он ее не получит... Вы мне создали проблему на ровном месте. Не я, не этот человек, который отправлял. Еще раз повторяю. Я вам предоставляю информацию, которую... Вот другой информации я вам, к сожалению, предоставить не могу. Только то, что посылка уже ушла. Она уже в пути. Так верните, сделайте там воздействие. Я не знаю, как у вас там... Одел по работе с клиентами есть? Как вы вот такие... Если бы это был... Как мы вернем ее вам обратно? Ну, ребят, ну вы же отправили ее обратно. Ну как? Я приходил за посылкой. Ее не было. Ну что это? Это магия. Я как оператор горячей линии только эту информацию... Так, свяжите меня тогда с кем-нибудь. Кто там не оператор, кто у вас постарше. У нас операторы. Колд-центр. Мы операторы. Мы здесь работаем. Мы видим информацию. Все видят одну и ту же информацию. Абсолютно. По вашему заказу одну и ту же информацию. Все видят. На строграмме одна и та же. И другой информации, к сожалению, нет. Соедините меня с... Кто у вас там? Руководитель, руководство? Ни с кем я не могу вас соединить. Почему? Потому что у нас одна и та же информация. Хорошо. Соедините... Верните мне посылку. Ну вы же с вами... Что мы с вами... Я информацию... Нет, ну мы же с вами на одном языке разговариваем. Смотрите. Я вам информацию все предоставила. Другой информации у меня нет. Я... Ну это как бы здорово. И как людям вот работать с такими компаниями, где вот... Вы только предоставляете информацию, а проблемы не решаете. Я вот не понимаю. Вот наш разговор сейчас ходит по кругу. Вы звоните на горячую линию. Наш разговор ходит по кругу. Я вам в пятый раз одно и то же повторяю. И вы мне повторяете... Хорошо. Как представитель... Как представитель компании... Скажите, с кем мне можно связаться с руководством? Вам с кем? У вас есть эти данные? Вы работаете на эту организацию? Нет. Нет. У меня нет данных руководства. Вас как зовут? Абсолютно нет. У меня нет. Меня зовут Арина. Данных руководства у меня нет. И данные другие я вам предоставить не могу. Только те, которые находятся передо мной на компьютере. Я вам все прочитала. Я вам все сказала. Хорошо. Сделайте заявку. Во сколько было? Сделайте заявку. Вы же заявки делаете? Вы можете? Заявки делаем. Вот. Сделайте, пожалуйста, заявку. У вас... Это не интернет-магазин. Да. Это физическое лицо отправило посылку физическому лицу. Да. Если возврат придет, то физическое лицо должно забрать. Правильно. Отправитель должен забрать свою посылку. Иначе через две недели ее утилизируют. Физическое лицо отправило физическому лицу посылку. Предоставили... Вы понимаете, наш разговор ходит по кругу. Я буду вынуждена сейчас положить труп. Хорошо. Вы на горячей линии находитесь. Вы создаете... Я вам повторила информацию пять раз одной и ту же. Хорошо. Вы тикеты делаете? Понимаете, вы на горячей линии сейчас звоните. Девушка, меня услышали. Вы делаете тикеты? Я не делаю тикеты. Нет. Наш разговор не ослушивается. Вы заявки делаете? Заявку я не могу сделать, потому что она не актуальна. Хорошо. Я как клиент хочу о проблеме сообщить. Зафиксируйте, пожалуйста, мою заявку о проблеме. Алло. Я вам объяснила, что ваша проблема сейчас в том, что вы вовремя не пришли и не забрали. У меня нет в этом проблемы. Я вовремя пришел два раза. Я вынуждена, извините, положить трубку. Я вам еще раз позвоню. Я вам шесть раз уже повторила одну и ту же информацию. Вы звоните на горячую линию. Да. Я вам повторила информацию. Извините, уважаемый клиент, но я вынуждена положить трубку. Я перезвоню, я попаду на другого. До свидания. Я сейчас перезвоню в любом случае. Перезвонивайте, это ваше право. Да, сейчас перезвоню. Разговаривайте, дождитесь ответа. Вас приветствует компания «Боксбери». Здравствуйте, оператор Максим, чем могу вам помочь? Максим, добрый день. Скажите, пожалуйста, а можно узнать, где мой груз или мой товар, посылка? Скажите, пожалуйста, как я к вам могу обращаться? Меня зовут Тахир. Очень приятно. Назовите номер заказа. Полностью? Да. 4 0 184 875 862 Так, сейчас одну минуту. Так, одну минуту стоит на линии, сейчас выключу информацию. Спасибо за ожидание, Тахир. Я вижу, что у вас заказ был, хранился до 27-го, то есть до вчерашнего дня. Да. Вот. На отделение вы, возможно, его не получили, не забрали. То есть он пошел на возврат. Дополнительные вопросы можно вам задать на Авито. То есть, почему возврат? Я не хочу на Авито задавать вопрос. Как только мне пришла СМС, я в отделение пришел. Мне в отделение сказали, что товара в отделении нет. Что там пометка стоит. Проблемный груз. Потом я второй раз пришел. Ситуация не поменялась. Я звонил в техподъездку три раза. Где мне сказали, что груз заморозит до 27-го числа, так как у меня проблемный груз. Вот. И сказали, что до 28-го числа решат мою проблему по заявке. Вот сегодня 28-ое число, мне никто не звонил. Я пришел на отделение. Выясняется, что моя посылка ушла в Уфу обратно. Вот я здесь нахожусь в отделении. Мне работник сказал позвонить на горячую линию. Вот я звоню. Хорошо. Тахир, оставайся тогда на линии. Сейчас еще раз уточню информацию. Тахир, спасибо за ожидание. Сейчас уточню информацию по техническим сложностям. Оператор отделения не смог вам выдать доказ и посмотреть, есть ли он в отделении. По истечении сейчас срока хранения заказ был отправлен на возврат. И сейчас сделка расторгнута. То есть, совет. И сейчас, если вы желаете этот заказ получить, вам нужно опять обратиться к продавцу. Я не хочу обратиться к продавцу. Ну, по истечению срока, получается, заказ был отправлен. Я вот четвертый раз прихожу на отделение. Мне не хочется бегать туда-сюда и вам звонить постоянно. Я вас понимаю, но я вам еще раз объясняю, что заказ был, то есть, в течение срока отправлен на возврат. То есть, до вчера... Верните его со склада и направьте обратно. Сейчас в данный момент я могу этим заниматься. В данный момент я сейчас не могу такой технической возможности сделать, чтобы вам заказ вернули. Что? В связи с технической возможностью я сейчас не могу вам сделать, чтобы вам посылку вернули опять в отделение. Мне вот работник отделения сказал, что вы меня связали с региональным менеджером или кто у вас там, кто у вас есть? Я сейчас могу со старшим специалистом набрать заявку, чтобы с вами связались. И когда со мной свяжутся? Потому что... В общем, в общем, я не работал. Я вот четыре раза звонил, мне никто ни разу не перезвонил, хотя обещали. Я вас прекрасно понимаю, с той стороны приношу извинения, но только такая вот информация. Более информации я вам не могу предоставить, потому что это будет некорректно. Я вот, которую информацию вижу, я вам сообщил. Так, сегодня такие недели, да? Там у нас свяжутся старший специалист Бокспир, правильно? Да, сейчас я заявку с создал. А, идут по голосу будет. Но я не знаю, кто именно позвонит из моих коллег. Ага. Так, а вы желаете, чтобы старший с вами связался? Я желаю, чтобы мне вернули посылку, чтобы я не бегал туда-сюда. Сейчас я одну минуту уточню информацию, оставайтесь на линии. Спасибо за рождение. Я сейчас уточню информацию. Как заказ был уже сделан возврат на заказ на маш, а вам посылку не вернут, потому что уже была распространена сделка на авито. Если вы желаете, опять же, повторюсь, получить заказ, вы можете опять обратиться на авито, простите, к продавцу и заново сделать заказ. Также, значит, специалисты сейчас уточню вам, мои коллеги также сообщат такую же информацию, как и я. Скажите, пожалуйста, а где сейчас моя посылка? Сейчас она направляется из отделения на центральный склад. Вот она сейчас в отделении. Вот она физически? Нет. Вот давайте я... Нет, она... Вот она здесь. Она уже отправлена из отделения. Она здесь в отделении. Вот, которую информацию я вижу, я вам сообщаю. А я вот вижу информацию, что она в отделении. Вот давайте вы решите проблему, чтобы я пятый раз к вам не приходил. Нет, а вы посылка сейчас заказ свой не получите никак, потому что сделка расторгнута. Сделка... Сделка расторгнута. Сделка расторгнута. Сделка расторгнута. Не по моей. Нет, потому что срок хранения есть. Вяжитесь с авито и сделайте документ, что... Нет. Ну как нет? У нас такой возможности нет, потому что это вам нужно самому на авито обращаться. Вот. И заново сделку производить, чтобы вам заказ заново отправили. Соедините со старшим менеджером. Вы хотели соединить меня? Ну то есть, ну, я со стеной разговариваю. Тахир, Тахир, почему? Нет, я вам уже объясняю, Тахир. Также мои сотрудники, мои же коллеги скажут такую же информацию, как и я. То, что эта сделка была через авито. А у вас истек срок хранения. Ни срок хранения. Я приходил три раза в отделение. Я вам еще раз повторяю. Я вам говорил, что по техническим причинам оператор не видел то, что посылка находится в отделении. Это ваша вина. Это ваша вина. То, что я бегаю здесь четвертый раз. Пожалуйста, отдайте мне посылку. Она здесь в отделении. Я вам еще раз повторяю то, что уже посылка расторгнута вам. Денежные средства совета вернутся. То есть, уже все. Посылка на вас сразу пошла. Никак не получить только из Трицанова, а сделать новый заказ. Как же я вам еще раз повторяю то, что мои коллеги вам такую же информацию предоставят? Вы же совета работаете? Создайте ТИК. Ну, мы сотрудничаем. Создайте ТИК. Я вам еще раз говорю то, что заказ был расторгнут, сделка расторгнута, уже все. Я не отказывался от товара. Я вас понимаю, но срок хранения у вас истек уже. У вас он истек, а я не получил. Но он хранился на делении. Был на делении ваш заказ. Он хранился в отделении, но ее почему-то не было по ссылке здесь. А я три раза приходил. Я вам говорю то, что по техническим причинам оператора не видел, что посылка находится на делении. Вот поэтому вам не смогли выдать ваш заказ и... Соедините с менеджером, пожалуйста. Вот мне в отделении говорят, чтобы соединились с менеджером. Я вам еще раз объясняю то, что также мои коллеги такую же информацию вам предоставят. Такую же информацию вам предоставят. Вам никакой больше информации не предоставят таких, потому что я вам еще раз объясняю то, что сделка была чистовита. Срок хранения истек, а посылка пошла на возврат. Все. Если вы желаете заново эту посылку получить, вам нужно будет связываться с отправителем. А кто мне вынестил вот эти вот мои поездки в отделение и звонки? В вашу поддержку по пять раз. Сейчас я уточню информацию, стоите на линии. Давайте. Кахир, спасибо за рождение. Я сейчас, да, действительно направлю запрос на старшего специалиста, чтобы с вами связались в течение рабочего дня. Вам тогда стоит ожидать. Сегодня до 18.00. Правильно? Со мной свяжутся. Ну вот, да, в течение рабочего дня с вами свяжутся. Так, и что там мне скажут? Ну, вы объясните ситуацию, если вы не желаете мою информацию слышать. От посылки уедет. Обратно в Уфо. Вам сейчас ее никто не вернет. Посылку, поймите, Тахир. Вам нужно, чтобы посылку вернуть, вам нужно заново договариться с отправителем. И заново... Заново отправлять через Боксбери, чтобы в очередной раз, я пять раз сюда ездил, и ездить не будет? Ну, вы можете через другое отделение отправить, если не желаете через Боксбери. Лучше просто не через Боксбери. Ну, как такое отношение к клиентам? Ну, извините, по техническим причинам так и произошло. Просто я вам еще раз объясняю то, чтобы вы поняли. Вам сейчас на этот момент посылку никак не вернут. Если даже вы будете разговаривать со старшими специалистами. Конечно, сейчас опять же, подпись направлю информацию, чтобы с вами связались. Я подпишу, потому что вы желаете вернуть посылку. Но, опять же, вы ее не вернете. Хорошо, пускай звонит. Хорошо, я тогда сейчас запрос направляю, и ожидайте. Как у нас. Боксбери, спасибо. Так держать.